Эпид-обстановка на Ставрополье продолжает стабилизироваться. В крае за все время пандемии количество выздоровевших от коронавируса превысило отметку в 40 тысяч. За сутки из-под медицинского наблюдения выписался 241 пациент. Такие данные публиковал Владимир Владимиров. Отмечается, что в регионе растет число проведенных тестирований для выявления новых случаев заражения. За минувший день диагноз подтвердился у 216 ставропольцев. Пять человек, несмотря на все усилия врачей, скончались. Чтобы пандемия поскорее отступила, продолжается вакцинация от коронавируса. Однако по-прежнему важно ответственно относиться к своему здоровью и соблюдать меры безопасности. На Ставрополе расширит сеть межрегиональных авиаперевозок. Развитие воздушного сообщения обсудили на трехсторонней встрече губернатор Владимир Владимиров, глава совета директора в одной из авиакомпаний Павел Удот и гендиректор крупной сети региональных аэропортов Сергей Рудаков. Как прозвучало в крае особое внимание уделяется развитию внутреннего туризма. И именно авиасообщение играет в этом важную роль. Для поддержки авиакомпаний в условиях пандемии на Ставрополе второй год осуществляется субсидирование перевозок. Ставрополье вошло в число пяти регионов России с низкой заболеваемостью коронавируса. Об этом журналистам на брифинге рассказал министр здравоохранения края Владимир Колесников. Он также отметил, что сокращается число пациентов, нуждающихся в госпитализации. В связи с этим в Минздраве региона приняли решение перепрофилировать часть коек, предназначенных для коронавирусных больных, и вернуть их в прежний режим работы. Дмитрий Кузьмин, предназначенных для коронавирусных больных, и вернуть их в непосредственно из процесса оказания помощи пациентам с ковид-инфекцией. Это те коек, которые будут сейчас уже заниматься своим профилем. Двести коек сегодня мы еще выводим. И до конца недели, собственно говоря, у нас разработан четкий план на восстановление профильной деятельности тех отделений, тех коек, которые мы вынуждены в свое время перепрофилировать для лечения пациентов с ковид-инфекцией. Привычному режиму работы в первую очередь вернут третью больницу Ставрополя, первую горбольницу Пятигорска и Пятигорский роддом. Также в крае продолжается вакцинация от коронавируса. Прививки уже получили 32 тысячи человек. В регионе работают 50 специализированных пунктов 41 медицинской организации. Есть и мобильные бригады. Накануне в край поступило свыше 15 тысяч доз вакцины. На этой неделе ожидается еще порядка 30 тысяч. В Пятигорске начинают строить новую ливневую канализацию. Ее проложат в микрорайоне Новопятигорск в Скачке. Коммунальный объект поможет защитить от воды на тротуарах и дорогах 5,5 тысяч жителей курорта. Протяженность нового коллектора составит почти 2 километра. Деньги больше 135 миллионов рублей выделены из федерального и краевого бюджета в рамках госпрограммы обеспечения доступными комфортным жильем и коммунальными услугами граждан России. Уже подготовлены все документы. Закончилась экспертиза. Активная стадия работ стартует в ближайшее время. Старое озеро в Кисловодске сделают обновленным. Какой станет прибрежная зона после реновации, утвердили городские власти и проектировщики. Всего планируют благоустроить 20 тысяч квадратных метров. На территории создадут ограждения, гранитные дорожки, высадят декоративные кустарники и цветы. А также установят освещение, туалетные кабинки и деревянные лежаки. Работы пройдут в рамках госпрограммы развития СКФО. Завершить реконструкцию планируют осенью этого года.